Всем привет, друзья! С вами Алексей Кравченко, основатель самой современной платформы для юристов BCA. Это наша постоянная рубрика BCA News. Чтобы о выпусках узнало как можно больше людей, подпишитесь обязательно на наш канал и поделитесь этим видео с друзьями. Начнем сегодня с новости о гениальных маркетинговых ходах пресловутого эпицентра. Как известно, на рынок Украины зашла компания IKEA и расположила свой торговый зал в Киеве. Для тех, кто не совсем понимает, чем занимается IKEA, поясним. IKEA это компания, которая владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Иными словами, IKEA это прямой конкурент сети эпицентр. И тут маркетологам эпицентра пришла отличная мысль тепло встретить конкурента, который пытается пробиться на рынок Украины еще с 2005 года. В сети гипермаркетов эпицентр отреагировали на открытие первого в Украине магазина IKEA, установил билборд, где был обыгран слоган шведской сети магазинов. Надпись на борде гласит «Е идея и е решение» в эпицентре «Е все». Тем самым эпицентр обыграл слоган IKEA, который выглядит так «IKEA – идея для нашего будинку». В слове «идея», созвучным с IKEA, маркетологи использовали узнаваемый фирменный шрифт шведского ритейлера. Разместили они билборд не в случайном месте, а сразу напротив ТРЦ «Блокбастер», где и состоялось официальное открытие IKEA. Кроме того, на входе в новый магазин IKEA раздавали фирменные маски эпицентра. А вот уже 2 февраля был умышленный поджог эпицентра в Первомайске, где подозреваемому грозит сейчас пожизненное заключение за уничтожение имущества и покушение на умышленное убийство. На данный момент полицейские выясняют мотивы и проверяют все возможные версии совершенного преступления. В сети уже пользователи отмечают, что, цитирую, «прилетела, мол, ответочка за троллинг IKEA» или, например, «привет от шведского конкурента». Также есть слоганы «IKEA не прощает». Есть сейчас большие сомнения, что эти происшествия как-то между собой связаны, тем более, что сам задержанный объяснил свой поступок местью владельцу. От себя лично я хочу добавить, что сам выход IKEA на рынок Украины я считаю однозначно позитивным и очень надеюсь, что эта сеть закрепится у нас и будет достойно конкурировать на рынке. Коллеги, а вот что вы думаете о всех этих событиях? Пишите обязательно в комментариях и делитесь видео с друзьями. Спортом занимаемся, находим время, не ленимся. Владимир Зеленский анонсировал запуск новой программы для украинцев от президента. 29 января Владимир Зеленский обнародовал очередное видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что важны обязательные, несложные физические нагрузки. Напомним, что ранее в офисе президента уже упоминали о программе, в ходе которой хотят сделать украинцев здоровой нацией. Так будет учреждена специальная программа, в рамках которой согражданам будут рассказывать о пользе зарядки, витаминов и прочих методах укрепления иммунитета. Так, по словам Зеленского, пандемия показала, что люди регулярно занимающиеся спортом легче переносят коронавирус. Поэтому акцент нужно делать на закрытии спортивных залов и фитнес-центров. Ой, простите, по-моему, этот текст похожий из моих прошлых карантинных новостей. Но, может быть, и к месту. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечение. Дальше еще интереснее. Очень важно, по мнению Владимира Зеленского, чтобы люди знали о том, как укрепить свой организм. Будет создана программа «Здоровая нация», по которой гражданам будут рассказывать о преимуществах здорового образа жизни. Такие заявления выглядят уж очень комично, как по мне. Простите, я понимаю, если такое заявит человек, который непосредственно задействован в медицинской среде. Но слышать такое от президента, поверьте, это очень забавно. Такие попытки заботы появились после того, как стало известно, что вакцину получат лишь некоторые социальные категории населения. А обычные люди, которым меньше 50 лет и которые хоть как-то захотят обезопасить себя, получат вакцину не раньше следующего года. Андрей Ермак заявил, что ковид нам подсказывает, что национальная идея – это здоровая нация. Это сегодня может объединить людей на Западе и на Востоке. Пффф, нет слова. А реформа Супрун – это прекрасный толчок к объединению страны. Но, пожалуйста, не смешите нас. Мы уже прекрасно видим закрытые больницы в селах, и утренняя зарядка уж точно здесь никому не поможет. А занимаетесь ли вы, коллеги, спортом? Напишите, пожалуйста, в своих комментариях и обязательно оставляйте свое мнение о данной программе президента под этим видео. От себя замечу, что я только за спорт и всячески поддерживаю такие направления. Многие мои друзья, адвокаты, юристы занимаются бегом, но со стороны правительства хочется видеть фундаментальные проекты по развитию страны и поднятию ВВП на душу населения. Ну и последняя новость на сегодня – это санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака от Владимира Зеленского. Козак – это официальный владелец телеканалов 112, ее зван ЗИП. Согласно решению СНБО, которое президент ввел в действие, лицензии каналов аннулированы. Это подразумевает остановку вещания таких каналов, а санкции будут введены ровно на 5 лет. Телеканалы ЗИП, 112 Украина и Ньюзван уже остановили вещания из-за введенных санкций. Сложно сейчас говорить о свободе слова в Украине в свете таких интересных запретов, но напомню, что недавно прошла информация о планируемом запрете телеграм-каналов, которые якобы финансируются Российской Федерацией, хотя никаких доказательств для прессы не предоставили. Но такие моменты уже обсуждали на заседании правительства. Надежды на восстановление доступа к ВКонтакте и Одноклассникам, по-видимому, уже, наверное, не будет. Ждать ли нам блокаду интернета, пока никто не знает, но вы, друзья, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего нового и интересного. Вполне возможно, что эти каналы могут забанить и в YouTube. Ну а всем юристам, которые нас сейчас смотрят, напомню, что уже 15 февраля у нас стартует курс по хозяйственному праву и процессу. Ссылку на регистрацию я оставлю в описании к видео. Хозяйственное право в том или ином виде всегда присутствует в юридической деятельности. От вопросов создания бизнеса к вопросам разрешения споров с контрагентами. Это всегда есть и будет денежной нишей. А юристы, хозяйственники всегда будут востребованы и всегда смогут много зарабатывать. Поверьте, бизнес готов платить за решение своих юридических вопросов. Так что обязательно регистрируйтесь прямо сейчас и будьте в курсе всех наших новостей. А мы в этом вам обязательно поможем. Коллеги, на этом у меня все. С вами был Алексей Кравченко. И я традиционно желаю вам успехов во всех начинаниях. Удачи, пока! Чудово!